Привет-привет, мои хорошие! Сегодня мы с вами поговорим о парфюмерных миниатюрах. Это такое интересное видео, мне, по крайней мере, будет интересно его очень снимать. Я думала, что у меня меньше миниатюр, но оказалось их достаточное количество. Ну и вообще-то такие флакоши, это такая красота, это просто прелесть. Я обожаю ими любоваться, я обожаю их брать в руки. Ну и вообще, если вы любите парфюмер, я думаю, вам будет интересно проглазеть на все эти флакончики и услышать такое коротенькое мнение о каждом аромате. Но сразу хочу сказать, что я не очень люблю миниатюры в том смысле, что даут, нет пульверизаторов. То есть это неудобно пользоваться. Если, может быть, брать какие-то мыслиные духи, которые ты берешь на запястье, наносишь и все остальное, это одно. Но все-таки миниатюры, 21 век, я считаю, что производителям нужно тоже сделать пульверизатор. По крайней мере, ватамайзеры это все переливать неудобно. Хочется взять эту красоту и ее использовать. А не просто думать и вспоминать, как выглядит флакон. Либо миниатюрный, либо полный размер. Ну, не знаю, мне вот это неудобно, не нравится. Но, тем не менее, кое-какая коллекция собралась. И вообще миниатюру дают нам шанс распробовать очень хорошо аромат. Потому что, как правило, там 5, 10, 7 мл. Но я, кстати, я отобрала в эту кучку миниатюры, естественно, от 0 до 15 мл. Все-таки даже 15 мл, я считаю, что это миниатюра. Хотя в парфюмерии можно уже так не считать, но все же. Поэтому, если вам эта тема интересна, то, конечно, продолжайте смотреть. Начнем с первого аромата. Это один из моих, наверное, по праву, можно так сказать, любимых. Леди Гага. Я сделала съемку поближе, чтобы вы действительно все хорошо рассмотрели. Аромат Леди Гага 001. Выполнен флакон, как вы видите, в форме параллелепипеда. Мне очень нравится именно его черное такое оформление. Что внутри примерно, ну, что я, в принципе, слышу. Это фиалка, газировка слаймом. И, конечно же, есть древесная нотка, которая мне очень нравится. Кожа есть. Сам по себе, конечно, аромат такой, знаете, дерзкий, бодрящий, динамичный. Вот просто обалденный. Я его и зимой носила, и весной. И сейчас ношу. Ну, я его, честно, я его просто обожаю. У меня есть целый флакон. Вот это вот мини-версия. И она имеет 15 миллилитров. Классный, очень-очень классный. Мне нравится. Если не пробовали, если есть возможность его послушать, то я, конечно, вам рекомендую. Потому что аромат заслуживает внимания. Он очень необычный. Я чего-то такого похожего не встречала. Хотя не сказать, что я прям очень много знаю разных ароматов. Но он очень необычный. Самое, что мне нравится, это то, что я слышу газировку слаймом, древесную нотку и кожу. Это прям такие вот наибольшее, скажем так, что чувствует мой нос. Также, конечно, фиалка. Но вот она в меньшей все-таки степени. Так, следующий аромат. Я очень рада, что он у меня есть. Это Black Opium. Смотрите, какая красота. Это Yves Saint Laurent, как вы уже поняли. У меня самая обычная версия. Их там, как вы знаете, много вышло фланкеров. Но у меня самая обычная. Аромат вообще сам по себе. Первый раз его выпустили в 1977 году. Но он и сразу, в принципе, завоевал большую любовь у ценителей ароматов. Но и сейчас, по прошествии стольких лет, он остается на пике популярности. Также выпускает большое количество фланкеров. Аромат сладкий. Ванильный, конечно же. Сам по себе теплый. Подходит, ну, как для меня, на холодную пару годов. В летний период теплый. Я такие все-таки ароматы не люблю носить. Аромат пряный, кофейный. Ну, не знаю. Мне он очень нравится. Я задумываюсь, чтобы купить полный флакон. Но пока не покупаю, потому что все-таки есть мини-версия. Как только она у меня закончится, вот тогда я и решу. Нужно мне, не нужно. Соскучусь я по этому аромату, либо нет. Но, конечно, аромат прекрасный сам по себе. Вот этот кружочек в середине флакона, конечно, заслуживает особого внимания. Ну, и вообще история у этого аромата такая большая. Я ее как раз-таки недавно читала. Мне очень понравилось. Следующий аромат. Олимпия от Пакарабан. Смотрите, какая красота. Мини-версии, конечно, это просто какое-то произведение искусства. Если честно, аромат тоже он ванильный. Он пудровый. Есть нотки пудры. Я, по крайней мере, в нем чувствую. Ноты дерева есть тоже. И цветы. Ну, скорее всего, белые цветы. Аромат насыщенный. Такой вот очень приятный, сладкий. Мне безумно он нравится. Вот прям безумно. Я когда-то думала полную версию его приобрести. Но недавно мне в руки попала вот эта мини-версия. И, конечно, я на пятом небе от счастья. Очень-очень интересный аромат. Раскрывается красиво. Ну, и я его безумно люблю. Дальше. Также аромат, у которого есть много фланкеров. У меня это самый первый. У меня Монгерлен. Это аромат цветочный. Тоже такой, знаете, насыщенный. Свежепряный. Ванильный, опять же. Такой вот он весь прям ароматический. Этот аромат вышел в 2017 году. И вот сейчас 2019. И за два года, ну, на самом деле, вышло огромное количество фланкеров. Я просто, если честно, уже даже не успеваю следить. Но недавно, самый последний такой запуск был именно фланкера этого аромата. Он такой не настолько вот ванильный, не настолько теплый, не теплый, не настолько сладкий и не настолько насыщенный. То есть, если вам нравился этот аромат, но вы особо такие сладкие не любите, насыщенный аромат. Вот недавно вышел фланкер. Думаю, что он вам подойдет. Ой, какая красота. Смотрите. Сам вообще большой флакон. Точно так же выглядит, как и этот. И форма. Все. Ну, мне нравится этот аромат. Фланкер тоже, кстати, понравился. Следующий аромат тоже очень сладкий. Lancome La Vie Abel. Здесь даже мини-версия прекрасна. Даже полный размер не нужно покупать. Мне вот этот бантик просто зачаровывает, очаровывает. Я его обожаю. Ну, и вообще, очень красивый такой сам по себе бутылек. Значит, давайте вернемся к аромату. Как я сказала, что аромат сладкий, действительно сладкий. Почулевый. Ванильный, опять же. Вы меня, видите, все подряд ароматы идут ванильный. Ну, видимо, нравится мне эта нотка в парфюмерии. Также есть апельсиновый цвет, ирис, виноград. Но я здесь виноград не чувствую. Хотя, все-таки, в пирамиде виноград заявлен. Ну, там еще много чего заявлено. По-моему, и про лине, и черные смородины, и много-много всего. Но, конечно, аромат такой тоже вязкий, сладкий, насыщенный. Опять же, есть безумное количество фланкеров. Ну, мне вот этот, в принципе, очень даже нравится. Неплохо. На холодную пару года, я думаю, будет вообще обалденным. Дальше. Dolce & Gabbana роза аромат. Он у меня в виде ручки. У меня есть также полный размер этого аромата. Мне нравится. Я действительно слышу розу. И роза в пирамиде заявлена обычная роза, плюс турецкая роза. Видимо, каждый вид розы по-разному пахнет. Раз так в пирамиде прям два вида разной розы. В 2016 году вышел этот аромат. Такой вот большой бутылек, он, конечно, очень красивый. То есть, все-таки мне предыдущие, конечно, флаконы нравятся больше, чем просто ручка. Но аромат на самом деле красивый. Я, например, болгарскую розу, аромат болгарской розы вообще не люблю. А здесь вот обычная роза и турецкая пахнет очень вкусно. Плюс водяная лилия здесь есть. Аромат такой свежий. Он действительно розовый. Не зря даже жидкость внутри флакона розовая. Слегка мускусный. Сандал тоже добавлен в этом аромате. Аромат на самом деле красивый, неудушливый. В отличие от предыдущих, он действительно не такой насыщенный, сладкий. Он такой действительно свеженький, розовенький, свеженький. Я его очень сильно люблю. Вот так вот называется, если кому-то нужно. Дальше я хочу показать аромат от марки Oriflame. Вот он у меня еще даже в упаковочке есть. Здесь тоже 15 миллилитров. Eclat Pham, по-моему, он так правильно называется. Что здесь заявлено? Ну, здесь тоже обычный такой флакон. Ничего интересного. Но, как вы видите, я достаточно много уже использовала. Вообще ароматы Oriflame я люблю. И тоже рада, что у меня здесь мини-версия. Не сказать, что он какой-то, конечно, необычный. Из ряда вон выходящий. Не знаю. Но неплохой. Достаточно неплохой. Не зря же у меня иногда к нему рукотянец, раз столько использовала. Это сладко-помадный аромат. Внутри есть белые цветы. Также есть жасмин. Естественно, какую-то древесность я тоже чувствую. Пряность тоже есть. Но вот если так объективно сказать, все-таки простоват аромат. Вот честно, как-то простоват. Что-то ему, мне кажется, немножко не хватает. Но в то же время в нем чувствуется какая-то зрелость немного и элегантность. Ну, я не знаю. Я все-таки его люблю. Но полный размер покупать не буду. Мне вполне хватит миниатюра. Когда она закончится, я думаю, что вряд ли я куплю полный размер. Хотя загадывать не буду. Если вдруг соскучусь, то, может быть, и можно купить. Следующий аромат. Тоже у меня еще упаковочка сохранилась. Это фирма LALIN. Маск. О, боже. Какая же это прелесть. Здесь 11 мл. Давайте поближе покажу. Если вам интересно, именно как выглядит упаковочка на мини-версии. Видите, здесь 11 мл. Я, девочки, не знаю, что я здесь слышу. Я, ну, слышу, я думаю, ванильку немножко. А что еще слышу, вообще не понимаю. Поэтому я сейчас вам зачитаю то, что я нашла в интернете, что там есть. Я, правда, не помню, я все выписала или не все. Но для меня это просто какой-то один именно целостный аромат. И особо я не могу различить, что внутри. Но мне он безумно нравится. Я его обожаю. И к моей огромной радости у меня недавно появился полный размер. Поэтому я сейчас счастливый человек вдвойне. Значит, что нам есть... Так, где у меня записи? Сейчас прочитаю, что здесь у нас внутри. Иланг, ландыш, мускус, корень ветивера. Ну, и, по-моему, а может быть еще там что-то. Ну, я, наверное, больше не выписала. Я, наверное, когда выписала, подумала, что, возможно, это я и правда слышу. Но все-таки сама я до этого не догадалась, что в пирамиде. И вообще информации по этому аромату я мало нашла, немного. Но он такой красивый. Он нежный, безумно очаровательный. Благородный. Он, конечно же, теплый. Но я даже сейчас летом я его люблю наносить, потому что он мне нравится. Ну, нежный, естественно. Нежный, как я уже сказала. Он какой-то такой, знаете, очень для меня заманчивый. Окутанный какой-то тайной, притягательный, выражительный. Но это, честно, один из лучших ароматов. Один из любимых моих ароматов. Я его очень сильно люблю. И еще я где-то на каком-то из сайтов вычитала, что это любимый, ну, именно маск аромат, это любимый аромат Клеопатры. Так что вот, если у вас есть этот аромат, можно нанести его на себя и немножечко почувствовать Клеопатрой. Ну, честно, очень красивый. Я, конечно, под впечатлением. Это, знаете, для меня открытие 18-19 года в парфюмерии. Ну, вот просто. И вообще фирма Лолин, и израильская косметика, не только Лолин. Ну, ладно, сегодня парфюмов, так что давайте продолжим. Ну, он потрясающий, девочки. Дальше еще одна идет миниатюрка Каролина Эрера. Он, по-моему, даже так и называется. Вот аромат вот так вот. А миниатюрка тоже, конечно, флакончик. Просто прелесть. Но, если вот взять сам аромат, то не сказать, что он какой-то особенный, не сказать, что он сильно интересный. Внутри цитрусы, древесность есть. Сам по себе немножечко, чуть-чуть совсем пряный, мускусный. Но эта вот пряность и мускусность, она, так знаете, еле уловимая. Легкая-легкая очень. Ну, и сам по себе он такой какой-то, я бы сказала, не хочу, конечно, обидеть любителей этого аромата. Но он незаметный немножко, не совсем интересный. Хотя, что-то в нем есть. Но, мне кажется, вот похожего на рынке парфюмерии очень много есть разных ароматов. То есть, действительно, именно похожих ароматов много. Поэтому не сказать, что я здесь Америку открыла, когда вдохнула этот аромат. Он приятный, я ничего не скажу. Он действительно приятный, носибельный. Ну, такой вот прям совсем уж каждодневный. И сильно тут разгадывать нечего. Если, например, предыдущий аромат от Лолин, я вот сколько ношу его, сколько он у меня есть, я все его разгадываю, слушаю. Я вот какая-то такая, знаете, завороженная просто им. То вот Каролина Эрера, нет, он такой попроще. Но он тоже имеет место быть в моей коллекции. Следующий аромат это от Локситан Вербена. Ну, знаете, он такой, конечно... Давайте, у меня даже еще коробочка от него сохранилась. Вот. Флакончик тоже интересный. Он вроде бы простой, но все равно красивый. Вообще, все флаконы моих миниатюрок я просто обожаю. Что тут говорить. Это цитрусовый, конечно же, аромат. Естественно, здесь слышна Вербена. Аромат свежий. Лимонное дерево прям вот бьет в нос. Даже вот иногда не знаю, что больше я чувствую. Вербена, либо лимонное дерево. Ну, может быть, и к зеленым бы его ароматам. Отнесла все-таки. Ну, и, конечно, он такой слегка травянистый, свежий. Но все-таки самая вот прям основная нота, которую я здесь слышу, для меня все-таки это лимон. Вот такое ощущение, будто, знаете, я свежий лимон себе на запястье выдавила. И вот пахну лимоном. Так вот и здесь. Если кто-то ищет действительно очень похожий аромат лимона, вот, пожалуйста, берите от Алокситан Вербена. Ну, я не скажу, что это прям какое-то тоже открытие парфюмерии для меня. То есть, ну, так себе, если честно. Но, почему бы и нет, тоже имеет место быть. Я люблю цитрусовый, но здесь уж прям сильно лимон лимонным. Последнюю миниатюрку, которую сегодня хочу вам показать, это Аквалигория Роза. Роза Фис называется. Это уже пустая у меня миниатюрка. Просто я ее в свое время, когда закончила, не выбросила. Мне уж очень понравился флакончик. И я так просто для ознакомления вам тоже этот флакончик покажу. Да, действительно, аромат розовый, пахнет розовым, но тоже неинтересный. У меня было четыре аромата из Аквалигории. И все четыре мне не очень понравились. Вот это наиболее мне, ну, больше понравилось. И то, когда я где-то его половинку использовала, я поняла, что он прям вообще ничего особенного. Ну, прям вообще. Каролина Эррера и то даже для меня интереснее, если честно, чем Герлен. Вот как-то именно Аквалигория у Герлен мне не понравилась. Так что вот, дорогие мои, это все были мои миниатюрки. Обязательно пишите, какие миниатюрки есть у вас. Любите ли вы вообще миниатюрки? Я, если честно, люблю. Но одно большое но для меня, у миниатюрок, то, что здесь нет пульверизаторов у них. Редко где есть. Ну, например, у Арифлэм вот здесь есть. А так вот нет. И мне это очень не нравится, потому что здесь не герметично все закрыто. И тем самым, мне кажется, что немножко все-таки ароматы выветриваются. Я вот не знаю, такие вот правдивые у меня ощущения, так оно и есть, либо нет. Но мне кажется, что ароматы выветриваются. И это мне, конечно, не нравится. Для меня это прям совсем печально. Здесь вот еще одна ручка. Не вмещается. Ну, вот так немножечко, я думаю, вам видно. Так, конечно, я люблю. В парфюмерии иметь 5, 7, 10, 15 миллилитров, это здорово. Потому что в основном все-таки флаконы идут от, по-моему, 30 миллилитров. Я еще один забыла. Леди Гага тоже один из любимых моих ароматов. Я миниатюрки люблю, но меня вот смущает, что нет в них пульверизатора. Если бы были, было бы, конечно, мне приятнее вдвойне иметь миниатюрки. Все, я поделилась своей коллекцией. Я надеюсь, вам понравилась моя коллекция. Обязательно пишите комментарии, какие из этих ароматов у вас есть. Какие любите, какие не любите. Что вы в них слышите, какие у вас ассоциации с этими ароматами. Я постаралась очень кратенько рассказать, что я в них ощущаю, слышу. Что мне нравится в них, что не нравится. И, да, я очень была рада поделиться с вами своим мнением. Но это все на сегодня, дорогие мои. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.